Звезда сериалов Мэл Роуз и династия Хизер Локлер долго искала мужчину достойного ее любви и казалось первое время что нашла но почему вместо желанной свадьбы актриса оказалась в реанимации смотрите прямо сейчас медицинская каталка стремительно влетела в больничный коридор пульса нет словно издалека она услышала чей-то надсадный голос попыталась открыть глаза лица врачей капельницы кислородная маска потолок стены все слилось тело стало ватным ее словно накрыли полупрозрачным колпаком через который невозможно ничего увидеть услышать дышать помогите успела прошептать Хизер Локлер прежде чем потеряла сознание еще три с половиной месяца назад 50-летняя американская актриса звездатели сериала династия наслаждалась жизнью и готовилась к свадьбе с актером джеком вагнером ее партнером по фильму район мэлроуз я самая счастливая потому что у меня сегодня есть все успешная карьера обожаемая дочь и любимый мужчина мы готовимся к свадьбе и поверьте это самые приятные хлопоты для любой женщины приятные свадебные хлопоты хизер пережила уже дважды в конце 70-х эффектная 18-летняя блондинка из калифорнийского университета в лос-анджелесе одновременно начала покорять и мужские сердца и голливуд а когда восемьдесят первом она получила роль сэмми джо в сериале династия впервые поняла что такое слава и толпы поклонников в школе я была гадким утенком ребята меня не замечали и вдруг такой успеху противоположного пола теперь я могла сама выбирать и не ждать когда хоть кто-нибудь на меня посмотрит первый серьезный роман у хизер был симпатичным но не очень известным американским актером марком хармоном актриса была уверена вот она любовь ее жизнь и даже решила запечатлеть свои чувства в виде сердца на щиколотке разве тогда делает татуировку она могла подумать что в ее настоящем сердце совсем скоро не останется и следа от чувств к марку я его даже представила родителям и он им очень понравился это было невероятно но через несколько месяцев я сама сбежала от него он постоянно повторял какая я чудесная и как он меня любит мне это просто надоело жизнь хизер набирала обороты днем съемки в династии ночью безумные вечеринки на одной из них она познакомилась со своим будущим первым мужем барабанщиком группы motley crew томили и зары подумать не могла что бросив идеального марка и увлекшись плохим парнем томми она вскоре приобретет репутацию женщины которая топит проблемы в алкоголе тогда она была самой красивой женщиной из всех кого я когда-либо встречал и была одета в самую узкую короткую юбку из тех которые когда-нибудь видел томми оказался абсолютно непохожим на всех предыдущих кавалеров хизер длинные растрепанные волосы покрыты татуировками тела экспрессивный напористый он обрывал телефон актрисы настаивая на встречу и в конце концов она сдалась однажды он позвонил мне с гастроли и спросил слышишь как жужжит я говорю что это а это тату машинка готовлю тебе сюрприз оказывается он сделал себе новую татуировку на предплечье черную розу с именем хизер в голливуде никто не мог понять что объединяла красавицу актрису с вечно взъерошенным непредсказуемым музыкантом она пыталась всем объяснить что под маской плохого парня скрывается очень милый человек с невероятным чувством юмора рождество он сделал мне предложение мы мчались по шоссе вдруг томми стал на сиденье по пояс высунулся из люка и придерживая руль ногой закричал иди сюда я вылезла за ним и там наверху он надел мне на палец обручальное кольцо с бриллиантом в 24 она стала его женой молодожены наслаждались друг другом и целыми ночами развлекались на рокенрольных вечеринках томми почти не бывал трезвым хизер слишком поздно поняла что вовремя не остановила мужа она долго терпела пыталась спасти записала его в клуб анонимных алкоголиков но запои очень быстро перешли в безудержные гулянки от безоблачной и счастливой семейной жизни не осталось ничего кроме синяков на теле актрисы я чувствовал себя разбитый и опустошенный больно когда тебе разбивают сердце и лицо это был страшный опыт побои измены пьянство и снова побои казалось это никогда не закончится однажды хизер попыталась сбежать от реальности по примеру мужа напиться чтобы ничего не чувствовать ни боли ни обиды временно это помогло терпение ухизер лопнула когда она узнала что томми провел бурную ночь в одной ванной сразу с двумя фанатками она ушла от мужа после семи лет ада стресс пыталась заглушить алкоголем и таблетками отчаяние спиртное совсем ее дурманили актриса почти не различала реальность и галлюцинации тогда ее поддержал друг бас-гитарист группы бон-джови ричи самбора он умел слушать а хизер тогда больше всего в этом нуждалась ричи давно положил глаз на сексапильную блондинку но ему пришлось немало постараться чтобы она увидела в нем своего второго мужа он звонил мне почти каждый вечер просто так чтобы спросить все ли хорошо я начала привыкать к такому вниманию я ухаживал за ней почти год однажды заговорил о женитьбе но она резко сменила тему сказала что до сих пор не пришла в себя после развода я все понял но после этого раз в полмесяца обязательно спрашивал еще не готова и в один прекрасный день хизер сказала да они поженились в 94 голливуд был шокирован неужели снова на те же грабли снова рок-н-ролльчик а хизер всех уверяла речи не такой и действительно вместо алкоголя апельсиновый сок вместо вечеринок домашний уют казалось это идиллия спустя три года у пары родилась дочь а в элизабет но во время съемок в сериале район мэлроуз где локлер играла аманду вудворд у нее завязался служебный роман с партнером актером джеком вагнером хизер не бросила речи но снова сорвалась из-за новой любви и чувство вины перед мужем она уже не могла справиться с душевными переживаниями без алкоголя чтобы отомстить самбора закрутил роман с лучшей подругой жены актрисой дэнис ричардс для хизер это был двойной удар так совместными усилиями супруги очень быстро выкопали могилу своему 12-летнему браку мы совершили много ошибок но могу с уверенностью сказать что была счастлива с речи те отношения подарили мне самое дорогое что у меня теперь есть дочь в 2007 хизер официально стала свободной и снова на горизонте появился джек вагнер тот самый доктор питер бернс из района мэлроуз очаровательный блондин сияющий голливудской улыбкой который во время съемок сериала имел романс локлер и на экране и вне его однажды когда они вдвоем наблюдали за игрой в гольф джек предложил хизер попробовать построить отношения на это у пары ушло четыре года а осенью 2011 во время празднования 50-летия локлер на гавайях вагнер сделал ей предложение но уже перед новым годом хизер вышла на публику без обручального кольца джек объяснил их разрыв так дескать они слишком увлеклись друг другом и свадебной суетой на второй план это шли даже дети от первого брака у актера есть два сына и джек чувствовал себя виноватым перед ними да еще и угнетенным поскольку хизер слишком давила на него готовясь к свадьбе вагнер это не устраивал и он ушел актриса попыталась пережить разрыв уже проверенным способом с помощью лекарств и алкоголя такая гремучая смесь уже спасал ее от депрессии в трудные времена но на этот раз опасный метод чуть не убил хизер актрису в бессознательном состоянии вовремя увидела сестра и вызвала скорую медики откачали локлер но возвращаться к активной жизни ей придется одной сейчас звезда переживает один из самых сложных моментов пытается смириться с ситуацией в которой оказалась и только сделав это хизер локлер снова сможет начать свою жизнь с чистого листа локлер а